Это моя родина. Въезжаю сюда и сердце кровью обливается. Это жесть. Ребята, дверь квартиры, в которой я жил. Это место называется Кангаласский мыс. Посмотрите. Субтитры создавал DimaTorzok Мы доехали до деревни Катырык. Рядом с этой деревней находится чудесное место. Это место называется Казачья крепость. Этнографический комплекс, который построил местный предприниматель Доберт Уваров, с которым мы сюда и приехали. Вот он в свое время построил и сейчас здесь потихонечку развивает туризм. Такое вот культовое место. Это единственное за Уралом, единственное в Сибири на Дальнем Востоке. Настоящая крепость. Построена самая большая башня, которая как из сохранившейся или вновь построенных. Которая 100% сделана так же, как строили остроги, казаки, которые осваивали Сибирь. Западную Сибирь. Не знаю, Восточную Сибирь и Дальний Восток 100%. Ну и западные, конечно, шли же с запада. То есть раньше вот так вот делали такие вот балконы. И если кто-то нападал, то отстреливались, отбивались. Вот таким макаром. То есть враг не пройдет. Идем в самую большую башню. Построено это все из лиственницы. Куревна вообще реальный диаметр. Уже отсюда можно было отбиваться от недругов. Здесь протока за этим леском, да? Да. И вот так вот Лена, да? А, протока в Лену вытекает, да? Да, да, да. Там вот тут купаться, тут рыбачить. Тут метров четыреста. Ну, до протоки. До реки. До Лены? Да. Вот за этим берете уже века уже. Часовенка тоже по чертежам, по таким же построена, как строили, да? В старые времена. А этот дом закрыт, открыт? Да. То есть здесь жил командир крепости. По логике вещей должен, да, быть? Штаб и воеводы. Ага. Дом воеводы. Ну понятно. Мебели нету. Копья. Прикольно. Все деревянное, да? Поэтому, получается, мы поднялись еще в другую башню. Здесь принцип другой. Здесь тоже есть смотровые окна. Вдаль смотреть. А что касается обороны, то такая узкая щель. И здесь от недруга вот так вот защищаться. Сейчас пойдем наверх. И вот наверху здесь вот такая панорама. С старым измером тоже. Мосс. По старым чертежам, да? Раньше такие тоже, да, строили? Доски маленькие играют. Может это не лиственница? А? Здесь тоже лиственница? Да, все лиственница. О, какой. Это у вас тут корпоративы проводить, да? Да. Балаган здоровый какой. Жилище. В старые времена называлось Балаган. Как если по-якутски чисто так-то? Не Балаган, а как по-якутски? Балаган. Балаган? Балаган. То есть это место, где собирались свадьбы, да? Там все. Да. Вот правильно написано. Олонхо Балаган. То есть якутский Балаган. Стены под углом сделаны. Лавки, в принципе, как в русских избах тоже. Ну понятно, что это современная интерпретация. Да, 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 да. Диаметр бревен. Ноги так же... 70, наверное, 80. Турберт растапливает камелёк. Сейчас мы будем богов кормить, задабривать, просить у них благословения. Чтобы они нам сопутствовали. Это такой обряд у якутов. Огонь сжигается и... Дается или кусочек лепёшки, пирог, хлеб. Теперь я буду задабривать богов. Косительник. Сейчас я еду на рыбалку, на охоту и щекотку. Так что бога Баяная, самого главного. По рыбалке, по охоте прошу, чтобы он мне помогал. Ну и у других богов тоже прошу всего хорошего здоровья. И я пришёл, приехал на родину в Якутию с миром, с любовью. Поэтому пусть все боги знают, что я сын Якутии. Вот. И приехал я домой. Прошу у них благословения. Пусть меня просят, если что-то не так. Пусть меня просят, если не так. Звучит музыка. Ребята, я нахожусь на чумовом месте. Это место называется Кангаласки. Это не просто красивый лес. Это место называется Кангаласки мыс. Посмотрите, какая мощная река Лена. Немножко, конечно, лесные пожары все портят. В Якутске стояла долго сухая погода, лес продолжает гореть. Когда солнце выглядывает, днем было более-менее нормально. Но сейчас уже солнце садится и вот так вот немножко затянуто. Люди приезжают сюда отдыхать. Машина стоит. Мы приехали там тоже, народ приехал. Так что, очень-очень красиво. Когда здесь ясная погода, то, конечно, это не просто река Лена. Это Ленское море. Хотя это на самом деле середина реки Лены. И она уже вот такая мощная. Представляете, что в устье Лены. Мы приехали еще в одно интересное место. Крайний день. Нахожусь в Якутске. Уже утром улетать на Чукотку. И хотел сходить в одно интересное место. В уникальный музей. Вот крюльцо, паблички. Музей Мамонта. Это, наверное, единственный в мире музей Мамонта. Очень крутой музей. Но, к сожалению, находится он на территории Якутского государственного университета. Как он сейчас правильно, Доберт, называется университет? Якутский федеральный. Северо-восточный федеральный университет. Северо-восточный федеральный университет. И вот такой уникальный музей Мамонта. Но, к сожалению, закрыт на карантин уже много месяцев. И мы, к сожалению, туда не попали. Ну, что поделаешь. Я всем рекомендую, кто будет в Якутске, обязательно рано или поздно вам откроется. Обязательно сюда приехать. Он находится на территории, в одном из корпусов университета. Якутия – моя родина. Сюда постоянно приезжаю. Меня постоянно все спрашивают. Ну, как это же твоя родина? Как? Расскажи, что это шаманизм, мистика. Я к своему стыду. Пока молодой был, как бы не сильно все это интересно было. Сейчас к этому тянусь. Нравится все это. И вот Доберт попросил, чтобы… Говорю, вот есть такая возможность с настоящим шаманом пообщаться, поговорить, чтобы немножко рассказали, как, чего. Не настоящий шаман. Я просто учил архивное материало. Я очень много читал. Вот. Поэтому немножко знаю, как это шаманизм. Но шаман – это… Шаманов мало вообще, да? Шаманов вообще мало. Сейчас очень много – это шарлатана. Я учился в Москве, в Черпинском училище. Потом я 20 лет в театре работал, в драме. И потом как-то мне получилось, что архивное материало изучал очень много якутское обряды. И потом надо учить детей, чтобы они знали, как наши предки раньше жили. И потом я здесь в Кульперсибет училище пришел. И они мне одно отделение знали. Давай это учи. И потом пошло уже 30-40 лет, наверное. Но вы какой-то дар себе почувствовали, все равно какой-то… Ну, немножко, ага. Открыли в себе, да? Да, да. Шаман, получается, что он может лечить людей, может, как говорится, предвидеть. Ага, и остановить, если засуха, он призывает… Дождь был. У нас там наверху сидят 9 таких богов, благословителей. Это… Я бояная знаю. Охота и рыбалка. Бояная – это дух. Дух, дух. А, это не бог, это дух, да? Да, это дух. Ага. Бояная – это огонь. И это… Как Сергей, там дух есть. Каждому… Даже вот стулья есть дух. У нас там, в нашем периоде. А боги, которые… 9. 9 ярусовные. А у них поделены полномочия? Поделены, да. Это вот это, наверное, дерево, которое мы видели в Намцах вчера. Там большое такое дерево есть. И оно вот такими разными ярусами. Святое дерево, как называется по-ебросски? Священное дерево. Священное дерево. А в чем лечение? Вот только получается, обряды только проводит, да? Обряд делает, и смысл… Вот, вот. Как фотографию он лечит. Понятно. А скажите, вот с Добертом тоже вот разговаривали. Вот есть тоже черные шаманы, есть белые шаманы. Чем отличаются? Когда белые шаманы были, это давным-давно. Это когда сыр делали, но во время Гемерина были. И потом огнетение шаманов. И убивали русские казаки, и мучили их. И потом они стали черными, потому что злыми. И злыми своих народов, и своих… Просто обозрились на весь белый свет. И на казаков, на пришлых, и на своих. Но сейчас есть такое, у современных шаманов есть? Пока нет, я не слышал. А вы можете немножко хотя бы… Играть-то? Ну, что-то играть, немножко, молитву какую-то, или песню какую-то. Зачем там шаманов перезывает свои дух? ХУ! ХА! Халлavoивуууууууууууууууууу— 1000-sefluиуууууухуууууууууууууууууууууууууаууууууууууууууууууууа. А-а-а-а! Вот так. Не могу. Скоро у меня 80 лет. Ну это то есть вы потихоньку сперва призвали Бога, потом начали общаться уже как с Духов Духов и потом начали уже с ними общаться. Да, да. И в верхнем месте, когда в верхнем месте, как копыта. Это верхний мир, вот это средний мир, вот это нижний. Соответственно, если с нижним миром общаешься, там надо ударять вниз энергию посылать, да? Вниз вот так. А средний мир можно вот так, можно вот так. А в верхнем месте уже верхнюю часть буфена, да? Да. Интересно. То есть вы, получается, как сейчас молитву, вот если по-простому сделать, как молитву, ну по обряд провели, общение с Духами, да? Да, общение с Духами. И костюмом, и бубном звуки все разные. Им имитируют какие-то животных. Да, это имитируют. И еще самое главное, чтобы он человека лечить, если у него болезнь какой-то. И вот, так, так вот, да? Ага. Последний мир, так вот. Немножко согнувшись, да? Ага. Вот так. А, за бубен надо, да? За бубен, да. То есть, получается, ты слышишь, слушаешь? Слушаю, да. Плечами? Плечами. Она мне стягивает. Давай вот так. Вот так вот, ребята. Даже на меня одели кафтан шамана. Головной убор, бубен. И я немножко побыл шаманом. Это тоже они применяются, да? Да. Живу совсем другой. Ага. Другой. Другой совсем. В этом году я сделал. Это в верхнем мире. Ага. А это конские хвосты, да? У меня такой тоже есть. Вот. Вот. Харина конская. Туда. Ищем вот. Угу. Пришлая тема? Это ивен и ивенки. Ивен, это ихняя тема, да? Больше. Ивенки. То есть, в Якутии, это оленеводство, это, получается, и ивенки в основном занимаются? Ага. А якутов много православных, вот, которые в православную, христианскую церковь ходят? Да. До советского времени все православные были. В советское время? Ага. А в советское время нет. Не было. Ну, церкви же были, вот, на третьей линии была церковь. Да, да. Мама моя ходила туда. Да. И здесь вот эта, которая большая. Сейчас некоторые православные мужчины могут, наверное, говорить. Я не знаю. Ну, вообще, какая разница? Бог один. Бог один? Да, да, да. Это я согласен. Это даже вот с мусульманами разговариваешь, они также говорят, ну, все равно Бог у нас один. Ну, они с языком совсем по-другому. По-разному с ним общаются, но в итоге все равно, да, наверху там нами управляют. Не выдержал, приехал в Ричпорт. Якутский. Здесь, конечно, не сама река, здесь заливы. Там двести первый, двести второй квартал, там пляж городской в той стороне, это все заливы. ТЭЦ. А это вот Ричпорт. И вот по этому каналу выходит сюда уже, Лена уже находится непосредственно вот там вот. Ну, почему я сюда приехал, много связано у меня молодости, моих золотых молодых годов, лет, годов хотел сказать. Связано с Ричпортом, потому что я три, даже, наверное, три года, четыре года даже своей молодости провел на судах, работал. И вот в том числе стоит Демьян Бедный за моей спиной. В 1987 году этот теплоход новый пришел сюда из Австрии. Это был вообще космический просто теплоход, по тем временам новый и современный. И мы на нем два года работали. С той стороны стоит, вон там нос его видно, механик Кулибин. На нем тоже я поработал. И были еще у нас Москва-148 теплоход. Но что-то сейчас ни одного не вижу. Так что мои золотые годы вот здесь прошли в Ричпорту, потому что мы на этих больших теплоходах ходили в двух-трех суточные, иногда в длительные, недельные, там до десяти дней в Тикси ходили. И вверх по реке до Усть-Кута крутили. Дискотеки, как мы это говорили, я работал ведущим дискотеки в мои золотые годы. Жизнь была в то время очень бурная. Зимой мы работали в кафе, на свадьбах колымели, а летом мы работали на теплоходах. Ну а, соответственно, прогулочный теплоход Москва-148, он работал каждый вечер четыре часа вечером. Выходил по реке и с заходом на зеленую стоянку. И тоже, значит, было веселое время. Одна из популярных дискотек была в городе. Три дня в Якутске пролетели незаметно. Нахожусь сейчас в старом городе, так называемый старый город. И раньше действительно был рынок, много было здесь старых домов, купцов, богатых людей. Можно сказать, это одно из мест, где начинался город Якутск. Сейчас там все восстановлено, отреставрировано. И находится вот такой памятник Петру Бикетову, казаку, который основал город Якутск. То есть казаки примерно 375 лет назад пришли сюда и на этом месте основали Якутский острог. Сегодня ночью я вылетаю на Чукотку. Думаю, что там будет тоже интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова